Вы смотрите новости и с ними ознакомлю вас я, Лаура Жакупова. Здравствуйте. Динара Абдирова 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 хотят закупить в Европе. В Корониках создают самые комфортные условия с вентиляцией, механизированной подачей кормов и автоматическим удалением навоза. Все технологии передовые планы нацелены на создание глубокой переработки собственного молока. Это будет тоже инновационный проект, это будет инновационное оборудование, это будет, сейчас идет вопрос, либо это будет Голландия, либо это будет Германия, то есть это будет иностранный инвестор, который зайдет именно с переработкой. Ну, одним из продуктов, открою такой небольшой секрет, это будет сливочное масло. Молочную продукцию в регионе выпускают 4 молокоперерабатывающих завода и несколько крестьянских хозяйств. Все испытывают нехватку сырья. Производство сливочного масла требует больших объемов полока, поэтому для молокопереработчиков этот продукт затратный. Новая же ферма займет свою нишу на рынке, говорят инвесторы. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игликов, из Павлодарской области, Хабар, 24. По меньшей мере трое человек погибли, полсотни пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в США. Инцидент произошел на северо-западе страны в штате Монтана. Двухэтажный состав следовал по маршруту Сеэтл-Чикаго. Согласно предварительной информации, с рельсов сошли 7 из 10 вагонов. В момент крушения в поезде находились почти 150 пассажиров и 13 членов экипажа. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Длинные очереди из машин накануне снова выстроились перед автозаправочными станциями Великобритании. Опасаясь перебоев в поставках топлива, автолюбители второй день подряд штурмовали АЗС. Некоторые из них были даже вынуждены закрыться или ввести ограничения на продажу бензина. Всему виной острая нехватка водителей большегрузов, в том числе бензовозов. Кадровые проблемы связаны как с пандемией, так и с Брекзит. Получить рабочую визу гражданам ЕС стало сложнее. По данным Ассоциации автоперевозчиков, в Королевстве открыто 100 тысяч вакансий водителей большегрузных машин. Здесь царит настоящая паника, несмотря на то, что людей заверили, что нехватки топлива нет. Все хотят успеть заправиться. Вчера я прождал в очереди больше полутора часов, так как на моем пути до Лондона бензина не было ни на одной из заправок. Жители еще трех городов на острове Пальма Канарского архипелага эвакуировали из-за извержения вулкана. Потоки густой лавы вплотную приблизились к домам, расположенным на склоне горы, и уже уничтожили больше трех сотен построек. Накануне спасатели зафиксировали наивысший уровень вулканической активности с момента начала извержения неделю назад. Из соображений безопасности были эвакуированы 6 тысяч человек. Сообщения пострадавших нет, а я отмечу, что аэропорт Пальмы закрыли из-за скопившегося на территории пепла. Покинуть остров сейчас возможно только лишь морским путем. Из-за этого в порту выстраиваются очереди из желающих купить билеты на паром. Мы должны были вылететь в Барселону, но аэропорт закрыли. Теперь будем добираться на пароме до Тенерифи и оттуда полетим домой. Очень жаль, что не смогли должным образом отдохнуть. Более трех тысяч человек в сутки. Это новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Южной Корее. Почему вакцинированных все больше, но число инфицированных не снижается? Наоборот, растет, расскажет мой коллега в Сеуле Владислав Цой. Рекорд по числу инфицированных зафиксирован и в Сеуле. 1222 человек, это почти треть всех зараженных в Южной Корее. Это связано с тем, что на период проведения праздника урожая был открыт доступ ко всем развлекательным и культурным заведениям. На праздник урожая Чусок, который в Корее отмечались с 18 по 22 сентября, правительство рекомендовало жителям оставаться дома. Но многие горожане решили не нарушать традиции и поехали в деревню к своим родственникам. По данным Министерства транспорта, в путь отправились свыше 30 миллионов человек. Это больше половины населения. Из Сиджона, что в 150 километрах от Сеула, в столицу приехали две магистрантки из Казахстана. Девушки соблюдали все правила и пользовались средствами защиты. Снять маски они согласились только на время интервью. В общественных местах запрещается пить, кушать. Мне очень нравится в Корее то, что все при входе в какое-то здание, даже если передвигаться между городами, обязательно надо сканировать свой QR-код, если человек вакцинировался. Это идентифицирует, что человек уже вакцинированный. Либо надо записать свой номер телефона, имя, откуда ты приехал. При росте числа инфицированных COVID-19 в Центре по контролю заболеваний Кореи сохраняют спокойствие. Новый антирекорд они связывают с тем, что во время праздника Чусок и перед возвращением жителей домой число тестов на коронавирус увеличилось до 200 тысяч в день. Согласно официальным данным, больше 85% заразившихся – это непривитые граждане и те, кто получил только одну дозу вакцины. Количество подтвержденных случаев увеличилось, но количество тяжелобольных продолжает уменьшаться. Это модель, при которой количество пациентов в критическом состоянии уменьшается по мере того, как увеличивается уровень вакцинации среди населения старше 50 лет. Ведь среди этой группы высок уровень пациентов в критическом состоянии. Перед праздником урожая в правительстве обсуждали вопрос смягчения ковидных ограничений, но после роста заболеваемости в Кабмине взяли паузу. В Центре по контролю заболеваний прогнозируют, что эпидситуация улучшится к концу октября. К этому времени успеют вакцинировать 70% населения Кореи. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал сразу четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел на арене футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне и продлился он 12 раундов. Усик уверенно начал поединок, сразу же захватил преимущество. Ближе к концу противостояния ситуация выровнялась, но украинец наносил удары точнее, был активнее оппонента и в результате победил единогласным решением судей. Таким образом он лишил Джошуа поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Я отмечу, Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге, ну а для Джошуа это второе поражение в 24 встречах. В Усть-Каменогорске обновили памятник известному казахстанскому писателю Оралхану Букею. Стоит отметить, что изначально бюст в его честь появился в областном центре 8 лет назад, но общественность уже не раз высказывалась о низком качестве исполнения бетонной скульптуры. Теперь она изготовлена из бронзы, постамент из цельного гранита, а общая высота памятника достигает почти 5 метров. Его авторы, скульпторы из семьи постарались добиться максимальной схожести с оригинальными портретами. И изобразили у Оралхана Букея с небрежно накинутым на плечи пиджаком. Я отмечу также, что сам драматур и публицист родом из Восточного Казахстана, Катон Карагайского района. Он оставил богатое литературное наследие, которым гордятся земляки. Конечно, установленный раньше бюст вызывал множество нареканий. Еще и бетон подвергается эрозии, разрушается. Теперь мы спокойны, а бронзовая скульптура получилась хорошей. Оралхан Букея – гордость всего Казахстана. И на его родине точно должен быть ему памятник. И в завершении выпуска полезная информация. На большей части территории Казахстана ожидается ветреная погода, преимущественно на западе и севере страны. В трех регионах ожидается пыльная буря. Это Мангистауский, Казалардинский и Туркестанский. В Алматинской области синоптики прогнозируют заморозки до минуса двух. В Акмолинской – туманную погоду. В городе Нур-Султане сегодня облачно днем. Температура воздуха прогреется до 13 тепла. И пока на этом все. Для вас работала Лаура Жакупова. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова